Добро пожаловать на канал Инстаринограм. Сегодня у меня третья часть моей распаковки посылки с сайта iHerb еще с февраля месяца. Заканчиваю распаковывать эту коробку. Кому было это интересно с самого начала, вас было очень много, смотрите, приглашаю вас. Как обычно, сегодня все пройдет в лучших традициях моих распаковок. Будут разборы ингредиентов, составов средств подробнейшие, с отчетами. Буду все открывать, вскрывать, разрезать, показывать подробно. Оставлю все-все-все ссылки под видео обязательно. Промокод МОЙФТР630, не забывайте использовать те, кто хочет скидку. И мы начинаем. И первое, я показываю такую вот масочку Тандалу Нейчуралс. Она с коркумой и глиной, маска для лица, которая придает сияние от белых. Наверное, немножечко кожу она состоит, смотрите, из глины в основном. Вот, и много-много ингредиентов. Состав потрясающий, такой, какой я люблю. Абсолютно чистый и натуральный состав. Как я обещала, будем вскрывать все, смотреть подробно. Покупаю впервые, поэтому не могу прямо-таки вас по запаху сейчас проинформировать. Я немножечко открою, чтобы уже в скором времени воспользоваться маска. Смотрите, она кажется здесь ранжевой. На самом деле, она белая. Очень приятный цитрусовый аромат. Масочка она навесена на 10-20 минут, а потом смывается прохладной водичкой. Следующий у нас идет детский крем Виледа. Пользуемся им Софией особенно. Пользуемся постоянно. У нее очень сухая кожа, склонная к экземе. И вот только этот крем выручает. Я уже зашла до того, что я покупаю по 60, по 70 упаковок, когда есть скидки здесь у нас в Норвегии. Сахерба я так быстро не успеваю заказывать, если есть скидки. Поэтому, но этот крем мне нужен всегда. Я сейчас купила просто для демонстрации. И дизайн в Америке немножко другой сейчас, нежели чем по большей части в Европе. В Норвегии в частности. Состав ингредиентов абсолютно не длинный, натуральный. Здесь нет никаких минеральных масел, никаких продуктов внешней переработки. Здесь все на основе ланолинчика, масла и так далее. Душка здесь натуральная идет. И мои дети никогда никаких реакций к этому крему не проявляли. Хотя пользуемся им мы постоянно и по многу. Я сама мажусь этим кремом, особенно локоточки. Он хорошенечко смягчает. Потому что он очень жирный, просто нереально жирный. И если вам не нужно прямо сейчас одежду надевать, то можно им воспользоваться. Но, конечно, сразу после него одежду надевать. Это не очень, конечно, ощущается. И все в стиле веледы. Ни коробочка не закрыта, ни флакончик. Хотя, несмотря на это, я покупаю этот крем просто огромными упаковками, коробками. И пользуюсь им годами. Никогда меня не подводил. Так что это не минус. Но, конечно, всегда я желаю, чтобы закрывали почему-то. Но, по крайней мере, мне попадаются честные люди. Никто туда пальцами не лезет. И крем всегда в отличном состоянии. Далее у меня сыворотка Resurfacing с аминокислотами от Acure. Я покупала уже много этих сывороток. Я, честно говоря, путаю их немножечко. Помню, Resurfacing я покупала, уже показывала в распаковках. Ничего страшного, покажу еще раз и не раз. Вот, они все в одинаковых упаковках. И масла у них такие же. Так что их очень легко перепутать. Поэтому нужно очень внимательно читать и помнить, что вы вообще хотите, что вы покупали. Для меня это бывает иногда проблемой. Ну, очень они, конечно, красивые. Такие стеклянные флакончики из белого стекла. Правда, как их... Я надеюсь, что их можно сдавать в переработку. Вот это стекло, вот это пластик. Я надеюсь, что там нет никакой керамики. Почему они такие белые? Надеюсь, что это просто крашеное стекло. Но это уже мои заморочки. Потому что я очень заморочена на переработке отходов. Стараюсь не выбрасывать просто в общий мусор. Стараюсь выбрасывать как можно меньше. Чтобы у меня это ведро наполнялось, не знаю, месяц. Чтобы я один раз в месяц его выносила. Остальное все, чтобы шло в переработку. Давайте просто посмотрим сыворотку. А потом посмотрим ее состав. Такое вот оно прозрачное. И никакого запаха. Немножечко каким-то спиртиком отдаленно. Отдает. Ничего не щипли. Никаких таких ощущений нет. Что, в принципе, нормально для сывороток. Состав, смотрите, абсолютно натуральный. Без всяких химикатов, вредных и так далее. Разборы я всегда делаю на своем инстаграме. Инстаграм. Все подробные отчеты я постоянно там публикую. Также в ВКонтакте и в Фейсбуке. С активными ссылками. Кому нужно. Всегда все оставляю. Вот такая вот сыворотка от Акьюра с аминокислотами. Улажняет кожу. И устраняет мелкие морщинки. Далее у нас идут сырые, натуральные витамины. Это в данном случае сырой витамин С от Garden of Life. Покупаю, кто смотрел мои предыдущие распаковки, далеко не в первый раз. И очень классные упаковки. Здесь даже видно, что они такие 3D. Приятные. Очень классные. К сожалению, коробочки сразу же выбрасываю. И даже недавно смотрела видео доктора Берга. Он везде говорит, что натуральные витамины. Покупайте натуральные витамины. Конечно, натуральные витамины всегда обладают каким-то преимуществом. Они не натуральны, но синтетическими. И не нужно перерывы делать в их употреблении. Так как синтетическими нужно как-то осторожничать. Конечно, если вы беременны или кормите грудью, всегда нужно проконсультироваться с врачом. Но, как показывает опыт, всегда это меньшее зло, так сказать. Даже совсем не зло. В основном все сделано из продуктов питания. Из фруктов. Здесь какие-то энзимы. Ферменты различные полезные. Все натуральные, органические выращивания овощей и фрукты. И смесь энзимов идет. Видите, здесь пломба. Все хорошенечко здесь закрыто. Далее идет еще одна пломба. Ваточка. И вот такие вот капсулы. Кто не знает, две капсулы дневная доза. Здесь написано 556%. Но это все натуральное и усвоится только столько, сколько вам нужно. Не бойтесь таких больших дозировок. Далее у меня идет SPF детский от Боба Ботаник. Давно не покупала от этого бренда. Все здесь на основе оксида цинка. Здесь 20%. Посмотрите, SPF 50 без запаха. 80 минут можно пользоваться до повторного нанесения. Водоустойчивый. Вот такой вот минеральный SPF. Видите, здесь пломба идет, которая легко открывается через перфорацию. Снимается все. Конечно же оксида цинка, диоксид титана могут белить. Но если их хорошенечко-хорошенечко разнести по коже, то это будет не так заметно. Действительно никакого запаха нет. В принципе не белит особо кожа, если хорошенечко его размазать. И состав обязательно я показываю. Показываю разбор, который я делала подробнейший. Многих SPF для детей. Я сама пользуюсь детскими. Я даже не покупаю себе взрослых. Хотя есть у меня парочка взрослых, как бы не детских. Но стараюсь покупать детские, потому что это наиболее универсально. Я на лицо себе могу нанести. И на тело. И вообще не парюсь, особенно покупать разные-разные постоянно солнцезащитные средства. Чай Рёбуш от Фронтьер органически ферментированный в данном случае. Покупаю уже несколько лет. Пью его несколько лет. Покупаю по полкило, и мне едва хватает вот этих вот огромных пакетов. Вот я как раз снимала. У меня в это утро заваренные стояли несколько чашечек. Я показываю, как он выглядит. Такой красноватый чай. Я высыпаю сразу же в баночку. Не буду открывать, но они совершенно все одинаковые. Ты когда баночку эту металлическую открываешь, такой сразу аромат. Он безумно ароматный. Чай. Нет никакого кофеина. То есть он будет и бодрить, и насыщать вас, и насыщать витаминами, минералами. Без каких-то воздействий на нервную систему. Так что я люблю вот такое вот бережное воздействие, а не жесткое, как от кофеина. Поэтому я уже привыкла, уже очень много лет пью. В беременность пила вот этот чай. Можно в беременность. Я пила его прям чуть ли не ведрами. Конечно, была я очень осторожная, но все равно это был мой фаворит еще с первой беременности, которая была уже 7 лет назад. И у нас опять Акью, это дневной крем, который придает сияние, такой осветляющий. Покупали его уже в третий раз точно, если не больше. Разбор делала давно-давно, поэтому он у меня проверен несколько сотен раз. Видите, опять пломба. Коробочка ничем не закрыта, но пломба на самой баночке. Состав посмотрим. И разбор состава я обязательно помещу слева на видео. Можете посмотреть. Видите подробнее у меня в инстаграме и в других соцсетях, которые я там отмечаю. Здесь удобная перфорация. Открываем крем. Вскрываем фальку. И вот так вот. Вот белый крем, который легко распределяется по коже лица. У него легкий какой-то такой цветочный цитрусовый, но очень свежий, сладковатый такой аромат. Безумно мне нравится. Объем я бы хотела больше. Объем, но объем 50 литров достаточно стандартный для объема дневного крема, объема крема для лица. И АКЮ уже в третий раз за эту распаковку. Это скраб для тела. Опять же, той же серии, что и дневной крем. Тоже по цвету такие же, они brightening. То есть какие-то осветляющие, продающие кожу сияние. Это уже для тела идет. С процентов веганские. И так далее. Без всяких сульфатов, без всякой бяки. Состав проверяем еще раз. Точно нету там ничего такого странного. Точно ничего нет. Все разбиралось подробно. Опять прекрасно все здесь запломбировано. Зафольгировано. Удобная перфорация. АКЮ просто молодцы в этом смысле. Я их просто обожаю. Я думала, что там что-то будет светлое и желтое, но я вижу, что там уже что-то темненькое. Такой вот скраб. Очень мелкие частички. Вот такой мелкий-мелкий сахарок. Честно, я чувствую, ощущаю. Ощущаю эффект скрабирования. Честно. И мне прям захотелось поделиться впечатлениями. Я в прошлый раз распаковывала. В этом же заказе у меня был скраб Акьюр кофейный. И он мне не очень понравился. А здесь я прям вот чувствую. Прям захотелось еще раз сравнить. Надо сейчас пойти его найти. Вот этот в прошлый раз я распаковывала. Он очень жидкий. Не накапать. Еще раз проверю свои ощущения. И вот чувствуются какие-то более редкие частички. Вроде бы кофе. Но как-то вот под пальцем в какой-то момент не остается ничего. Нет никакого скрабирующего эффекта. Возможно, за его слишком жидкой структуры. А вот этот вот как-то совершенно иначе ощущается. Вот этот скраб для меня показался более как просто гель для душа. Короче, мне нужно использовать сначала этот скраб в душе, на тело. И потом делать окончательные выводы. Потому что первое впечатление очень хорошее. Аромат приятный. Цитрусовый, как у всей этой серии. Brightening в желтенькой серии. Но я поделюсь потом, когда уже использую его в душе. Потому что я только вскрыла боковку, открыла и не пользовалась им. Вот показываю вам для сравнения два вот этих скраба. Кофейный и Brightening. Ну, по крайней мере, что поразляется первым в глазах, то, что он менее жидкий, чем кофейный. Ну, еще, конечно, буду тестировать. Или далее у нас идет зеленый. То есть не ферментированный Ройбуш. Одна из моих постоянных покупок. Тоже полкило. Нравится мне эта упаковка тем, что у нее здесь есть зип, которым закрываешь зип-лок. Это у нас JNR. Это же не Frontier. JNR Port Trading Company. Вот такая вот простая упаковка. Не буду ее вскрывать, поскольку у меня есть моя открытая, которая заканчивается. Видите, стараюсь ее покупать наперед, чтобы всегда он у меня был. Потому что я без него просто не могу. Без этого Ройбуша не ферментированный зеленый, да, Ройбуш. И в нем нет кофеина, конечно же. И вот этот зеленый Ройбуш, в отличие от ферментированного, такого коричневого, его нужно заваривать в термосе. То есть заливаю кипятком в термосе, кладу парочку, то есть очень большой термос, 3-4 чайных ложечки этого Ройбуша зеленого. Заливаю кипятком, оставляю часа на 3-4, тогда он просто получается насыщенный, очень ароматный и очень полезный. Зеленый полезнее уже ферментированного коричневого Ройбуша. Но с ним нужно повозиться, его нужно заварить, какое-то время подождать. Очень люблю этот чай, постоянно пью, постоянно покупаю. И вы просто можете это видеть, потому что я показываю из видео видео эти чаи. Далее я купила Simply Organics. Это приправа органическая гвоздика. Это молотая гвоздика. Ну, в принципе, понятно, да, здесь пломба стоит. Открывать не буду, я думаю, что вы знакомы с ароматом гвоздики. Это, наверное, уже ближе к зиме будет актуально, когда будут различные имбирные пряники, всякие сидры и так далее. Будем много готовить именно с этой приправой, потому что к праздникам всякие пряные приправы пропадают, поэтому запасаться приходится летом. Готовься они летом в прямом смысле. Это опять Носгарвенов Лайф. Упаковочка поменьше. Это цинк, сырой цинк. Покупаю впервые 60 веганских капсул. Надо посмотреть, сколько их в день нужно. Две капсулы в день. Витамин С здесь также присутствует 67%. Добавить нашим 556 и 273% цинка. Но это абсолютно натуральный цинк из натуральных продуктов. Не надо путать с синтетическим. Видите, здесь минеральный какой-то микс. И ферменты. И много овощей и фруктов. Все органического происхождения. За это я люблю витамины Гарденов Лайф. Все повторяется прямо на баночке непосредственно. Опять здесь идет пломба. Перфорации удобные. Очень добротно все закрывают. И опять пломба. И Акьюр, и Гарденов Лайф. Сегодняшние распаковки просто... Ой, молодцы. Я одну я уронила. Вот такие вот зеленого цвета капсулы. Капсулы. Почему-то какие-то пивные дрожжи, как раньше для животных мы покупали. Какой-то такой немножко животных корм отдаленно напоминает. Или корм для рыбок. Такие вот зелененькие капсулы. Две капсулы в день. Цинк. Он нужен для нашей иммунной системы в первую очередь. Для мужского здоровья, насколько я помню, тоже важен цинк. И очень для многих целей. Но в основном борьба с всякими инфекциями, усиление нашего иммунитета, помощь натуральной, нашей естественной защите, нашей иммунной системе. Уже давайте тогда все витамины откроем. 5 Гарденов Лайф. Это же витамин Д3. Покупала уже много-много раз. Пью постоянно 60 капсул. Есть же по одной капсуле в день. Поэтому этой маленькой упаковочке хватит очень надолго. 250 мг омега-9. Ой, что-нибудь сразу в глаза бросилось. То есть 625% дневной дозы в одной только капсуле. Самое такое бюджетное получается средство. Но здесь в принципе они дублируют всю информацию с коробочки на самой баночке. Можно посмотреть, какие здесь смеси органического происхождения, растительных ингредиентов и ферменты, какие здесь содержатся. Опять 625% витамина Е дневной дозы. Всегда производители предупреждают, что если пломба повреждена, то употреблять это нельзя и в коем случае. Наверное, не зря они предупреждают. Поэтому здесь с пломбами все очень хорошо, добротно. И ваточка. Все, отлично. Из года в год, из раза в раз покупая, и всегда все отлично. Это уже ничем не пахнет. Только цинк пахнет чем-то. Вот по одной капсуле в день глотаются они легко. Все очень хорошо. Сырой витамин D. Витамин D нужен, опять же, для нашего иммунитета. И для усвоения кальция. Прежде всего, без витамина D. Это ключик для кальция, чтобы кальций проникал в кости. Укреплял наши кости, чтобы кости были прочными. Чтобы наш скелет выдерживал все нагрузки. Гликолевый пилинг InstaNatural. Готовимся уже, наверное, активно к концу лета. Наверное, с августа начинаем активно пользоваться пилингами. Боремся с пигментацией на лице. Ну, в принципе, я использую круглый код в интимных местах. Тоже, если где-то что-то отбелить. Подмышки иногда бывают становятся темными. И, да, используешь все средства. Опять же, здесь пломба. Какие-то очень хорошие все средства. Так все тщательно упаковано. Можно использовать. В прошлый раз я распаковывала, по-моему, даже недавно совсем вот этот вот пилинг. Говорила, что не буду пользоваться этим. На самом деле, только я и пользуюсь. Как часто бывает. Вот таким вот дозатором. На пилинге есть пилинг. Долго не держим, потому что это кислота, гликолевая кислота. Все-таки это кислота. И, да, здесь минутку. Он я могу 3 минуты подержать даже на лице. Ничего страшного. Если совсем чувствительная кожа, начинайте с максимум одной минутки. И потом кожа привыкает. Ты можешь его держать дольше и дольше. Он очень деликатно убирает мертвейший слой кожи. И кожа становится более здоровой. Поможет дышать. Появляется более здоровый цвет. И пигментация убывает. То есть кожа становится более светлой. Осветляет кожу реально. Но после него нужно как минимум неделю наносить SPF. И особо не появляться на солнце. Но обязательно пользоваться SPF. Поэтому лучшее время, конечно, это какие-то пасмурные дни. Или осень, конец лета. Ну, осень, наверное. Осень-зима. Тогда, когда солнца вообще мало. И ему пользоваться самое время. Витамин С, смотрите, содержится гиалуроновая кислота. И масло подсолнечником. В профессиональной степени. Professional Grade написано. Вот такой он его состав. Абсолютно приемлемый. Гликоваревая кислота. Она нетоксичная. И все остальное натуральное, которое помогает усиливать эффект от этого пилинга. Ссылки на две первые части вот этой же распаковки и этой же посылки вы найдете внизу под видео в описании. А я хочу поблагодарить вас за то, что распаковывались вместе со мной. Будем ждать, что же будет у меня в следующей посылке. Когда я наконец ее закажу, она придет. И мы увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok